здравствуйте друзья сегодня на обзоре у нас будет вот такая кинокамера альфа полуавтомат киев 16 что можно сказать по ней сразу же то что она легкая она легкая нужно сделано из каких-то тут уже не не полностью на металлическая тут замены какой в ней есть недостаток это маленькое стеклышко она заклеена с одной стороны только камера боится в общем каких-то механических ударов воздействию на нее вот это как бы такой самый ну и еще что это стеклышко у нас перекрывает один стоп нужно минусовать если мы пользуемся экспонометром это нужно учесть если у нас например пленка 50 единиц то уже в экспонометре мы устанавливаем 25 ну в общем так примерно если 100 то 50 это если по экспонометру внешнему здесь есть свой экспонометр он значит питается от 3 батареи корце 53 либо аккумуляторов d006 по моему не помню но еще можно 625 батареечки применить они такие же как рц 53 если там что-то будет с какой-то поправкой то все можно учесть в итоге потом давайте по комплектации пройдемся сначала что мне значит досталась сама камера как чтобы я покупал с объективом вега вега 73 до 20 на двойку дырка 2 фокусное расстояние 20 то есть как бы по шкале расстояние по всему работает отлично я так проверял но я люблю немножко папа пошире чтобы видел да и у меня еще есть такие два объектив чека один вот широкоугольничек но такой как широкоугольник не очень но фокусное расстояние здесь 12 с половиной миллиметров и диафрагма открытая 1 и 8 что еще жаль что шкала находится снизу здесь вот аж получается здесь это какой-то объектив который я надеваю резкость наводится по визиру нормально если мы просто по призме по призматической этой вот степает по стеклу в общем резкость навести не трудно в комплектации идут макро кольца такие переходные куда же 4 макро не снимал ни разу не пробовал но кольца есть четыре штуки теперь есть переходник на м42 резьбу есть такой вот объектив пентакон допустим да чем так вот здесь не помню про прыгают прыгающую диафрагму как раз вот пентакон либо гелиус и есть не знаю может еще какие то есть где прыгающие блокируется дальше значит шли в этой кито есть где прыгающие блокируется такие коробки очень удобные для хранения то есть как бы вот эти щеки не прижимаются как вот залеживаются когда прижимаются потом намотка идет яйцеобразные все такое катушки такие пять штук были две в камере и три в коробке значит отличие от красногорска с одной стороны и с другой на как бы подходит но с другой стороны у красногорска тут либо растачивать нужно потому что только вот такие подходят это нужно иметь ввиду шнур шоу для внешнего питания экспонометра вставляется гнездо такое как синхроконтакта похоже там еще идут крокодилы припаять для того чтобы если кому то интересно да на какие то внешние внешние источники питания чтобы запитать камеры еще был такой фильтр попался желтый он конечно подходит только сюда на те объективы вряд ли он подойдет так сюда подходит есть у меня еще вот такой объектив значит тоже миопта 40 миллиметров 1 и 8 дырка это уже как маленький такой же портретник телевичок скажем так в общем резиновый наглазник и рукоятка 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 естественно чехол чехол в котором нельзя не рукоятку поместить никуда в общем такой он совсем совсем дермантиновый и даже если рукоятка есть и нужно снимать для того чтобы камеру кинокамеру вместить в чехол потому что тут место только для ручки ручки ношения не для ручки для съемки в таком положении так что только нужно резать так носится что-то объектив здесь внизу здесь вместо буквально камера не тяжелая как для 16 миллиметров это конечно такое для путешествий да вообще хороший вариант потому что если брать красногорск который очень тяжелый что у нас внутри и как мы заряжаем все такое компактное все такое как в японских машинах заводится где-то 7 раз 7-8 раз я так пробовал полный завод очень туговато идет здесь очень острые такие края несколько раз спесывал кусок кожи поначалу либо когда держал вот так вот начинаешь крутить оно ударяется в общем тоже нужно приловчиться но что хорошо что очень быстро заводишь в красногорске там по моему 11 раз нужно один из полных оборотов здесь 7-8 и очень быстро получается да туговато конечно значит как проверять первое если я пользуюсь экспонометром внешним никогда не пользуюсь этим но по инструкции в общем так как нужно проверять там у нас есть видоискатель есть стрелочка которая идет под вырез и внизу есть такая как вырез такой побольше вот в этом вырезе в этом положении стрелочка и точка совмещается нажимаем красную кнопку когда он значит если он находится в этих пределах значит заряда либо аккумулятора либо батареи хватает а вообще потом мы здесь устанавливаем уже чувствительность напротив той частоты кадров которую нам нужно 24 кадра в секунду ну обычно как бы для 16 миллиметров это как бы норма некоторые снимают 16 здесь у нас идет 12 16 24 и 32 покадровая один кадр и как бы П не знаю что такое П парковка что ли одиночный кадр 12 кадров 16 кадров 24 и 32 можно по вот этой стрелочке определить снять на видео вот как мы сейчас снимаем определить реально ли 24 кадра в секунду допустим если кому интересно в режиме паузы посчитать можно в общем здесь 12 получается 12 зубцов значит за одну секунду два оборота должен сделать при скорости 24 кадра в секунду ну можно посчитать я потом тоже посмотрю мне само стало интересно в Красногорске конечно можно от юстировать путем ну в смысле от регулировать путем там плавная регулировка идет и там не совпадало там у них идет 8 зубцов и там я подогнал чтобы было 24 именно наклеил значит бумажку беленькую и она значит сделала три оборота 24 кадра в секунду здесь фиксировано поэтому ну как будет так будет это раз второе вот этот механизм он лучше сделан чем у Красногорска то есть здесь очень хороший зубчатый барабан который хорошо держит пленку в общем ни разу не было такого чтобы пленка поползла как это в Красногорске никаких прижимных здесь выдвигалок нет ничего очень хорошее хорошо сделали не знаю почему так в Красногорске не сделали может потому что места там меньше чуть в этом именно с барабаном связано сделаем секунд пять потом посчитаем реально ли 24 здесь идет но опять же без пленки с пленкой это немножко где-то скорость просаживается значит зарядка тут у нас идет вот так так таким образом такая немножко умудренная потому что два этажа значит мы когда устанавливаем вот перетягиваем сюда хвостик для того чтобы у нас заработал счетчик обратной перемотки пленки как разделитель получается катушек здесь прижимный столик как и везде снимается он такой немножко сложный механизм почистить его таким вот образом можно заряжать и в темноте то есть тяжело там ошибиться и все такое потренироваться на цвету несколько раз и потом она очень легко все идет все очень просто очень просто никаких прижимных нет ничего вот лента протяжка мне очень нравится очень нравится в этой камере это единственное что стеклышко я конечно не разбивал ничего но пишут что даже в мастерские не принимались не хотели мастера приклеивать даже это стеклышко может быть клеи такие были раньше не дюжа сейчас суперклеи такие что любое прихватит но возможно там какая-то регулировочка была в этих долях так вот для путешествий камера диоптрии здесь просто поворотом расслабляем регулируем и просто затягивается ручка заводится сначала передняя часть потом задняя винтом поджимая ремень кожаный на чехле он тоже кожаный значит выдержки здесь но нужно учитывать что один стоп забирает именно это это стеклышко через которое и его не знаю я чистил очень аккуратненько так очень пишут что только путем продува и все очень нежное стекло и если эти практически камер камеру из этого стекла можно положить на полку если надо разобьется одного завода хватает на 5 метров то есть фактически если у нас 30 метровые бубины то 6 заводов и все и пленка отснята в красногорске тоже 5 метров если не ошибаюсь но это буквально 25 27 секунд непрерывной съемки вот тут сдирает вот в этом месте кожу четко уже сделка как недостаток тоже могли бы сделать просто ручку такую поинтересней мелочи вот начинаешь крутить и он прям кожу сдирают вот этой вот этой ручкой очень такой да увеличение такое хорошее с этим объективом хорошо работает вот макро например то есть не макро вот там ближайшая дистанция у нас сколько здесь 0.33 да практически 0.33 я просто не могу нет возможности показать через видоискатель но в общем вот с этих пор отсюда до вот края вижу это все на весь экран получается для 16 миллиметров конечно круто такое вот все подцепить сюда конь и питер сто тридцать пять миллиметров вообще будет телережим хороший но с этим тоже так хорошо размытие хорошее и легко наводить поэтому нарезка очень легко наводить на широкоугольниках конечно посложнее но шоуугольниках чаще чаще у нас мы попадаем в резкость больше у нас глубина там больше резкости меньше глубина резкости но поснимаю обязательно сходим поснимаем что-нибудь я применю как раз объектив пентакон он не очень такой резкий скажем так он больше такой для для портретов больше еще в гелиосе в первом есть тоже такой переключатель вообще интересно это я первый раз сегодня нацепила мне понравилось я видел переходник но прочитал инструкцию только вчера интересно интересно я снимал на красногорск тоже тоже помню отходил на такие расстояния по подальше не на этот на гелиосе снимал то что есть такая возможность перехода м42 то хорошо вот это был его стандартный вега с этим объективом тоже хорошо интересная картинка получается тоже немножко теле режим но с этим вообще ну понятно тут у нас 50 миллиметров тут 40 уже разница есть а гелиос вообще 58 так что на я не этим снимал я снимал гелиосом там 58 миллиметров здесь у нас 50 тут 40 тут 20 тут 12 половиной полтора килограмма есть вот с ручкой с объективом полтора килограмм сравнение с красногорском который три с половиной весит ну правда он тоже объектив такой объективом сейчас если мы взвесим 170 грамм 164 почти грамма и вега 78 грамм в такой комплектации еще легче будет да вега такая для на все случаи жизни как бы не сильно широкая и и вроде как что-то еще и рисует там объем объем какой то ручка здесь не тяжелая конечно желательно с ручкой снимать все таки потому что 170 грамм если вообще без ничего да наша камера 1 килограмм 240 грубо говоря грамм вот в таком положении брать с собой вообще никон f5 без объектива тяжелее весит по нам да он покупать или также где-то вот весь тоже килограмм 200 ты считаете фотоаппарат или целая кинокамера 16 миллиметров это очень приличный такой формат эта камера 75 года стоила она были немаленькие немалые деньги красногор стоил 500 с лишним между там 600 почти из камера была доступна и в принципе да вот этот недостаток конечно вот это вот ребро жесткости они вроде как сделали но как нож режет можно карандаш и затачивать нужно очень аккуратненько я вам так туго завод идет поэтому приходится поближе сюда руку власти обязательно можно порезать может изолентой куда перемотать как бы камера для путешествий вообще отлично легкая 16 миллиметров у нас формат проблем вот с этим здесь нет с лентопротяжкой как бы все хорошо батареечки 3 штучки купить 625 у 625 не по моему так называется варта выпускает есть сейчас продажи там гривен 30 40 может быть штучка и все и можно снимать а 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 27 секунд спасибо большое за внимание я думаю что вы не будете меня сильно судить за мои видео обзоры такие в общем камеру я как бы рекомендую но единственное когда покупаете следить чтобы было стекло то есть если стекла нет все можете камеру не покупать не стоит ее ремонтировать потому что стекло там половину зеркальное и имеет очень то как просветление конечно одновременно через него очень хорошо видно очень хорошо через него видно поэтому если стекла нет камеры не покупайте если есть рекомендую хорошая камера объектив хороший хороший объектив то есть как бы такой нормальный он не широкий он и не теле он как раз хорошие объективы для этой камеры легкое в путешествии очень хорошая лента протяжка мне нравится нет проблем никогда не жует пленку ничего все правильно зарядить ее хорошо петли не нужно сильно таки что выпирались в корпус чуть-чуть петельки чуть-чуть отступить по 5 миллиметров и все даже больше может 10 и будет работать нормально камера как для 16 миллиметров отличный вариант это вообще компактная такая свой экспонометр очень хорошо система ттл да мы видим через объектив все и в каждой камере свои недостатки свои достоинства конечно но вот эта камера хороший вариант конечно здесь нет трансфокатора до зума зума нет но фиксы очень неплохо по резкости по светосили как бы то есть фиксы тоже очень хороши тем более если есть комплектации вот с таким переходником то вообще отличный вариант нужно м42 цеплять какие хотите там объективы да они конечно те которые там широкоугольные они все равно даже 28 миллиметров он не будет широкоугольным здесь но телевички портретники можно цеплять аж аж бегом ну вот такой вот был обзор да еще просвет за счет того что здесь стекло стоит как бы но один стоп мы теряем но то есть если у нас тут 1 и 7 по 1 и 8 да то грубо говоря у нас следующий у нас в 2 и 4 где-то будет так я думаю как двойка следующий 2 и 8 наверное если от 1 и 8 прыгать то где-то на 2 и 4 будет но что-то теряем что-то находим но та камера неплохая ручка для переноски тоже неплохо сделано ручка для съемки такая небольшая все сделали максимально компактно единственное что вот с этим стеклом не знаю может быть как-то призма какая-то если было бы может быть удобнее было бы как-то ее там место там хватает чтобы поместить можно было сделать призмочку которая будет намного надежнее чем с просто стеклышком но пока снимал несколько раз пока что нравится мне нравится а там посмотрим хорошо друзья мои спасибо вам большое за внимание что досидели со мной до конца этого видео я конечно его урезал как мог чтобы не было как один дал комментарий медитации или как он что-то такое сказал в 19 минут не знаю во сколько я помещу это видео но надеюсь что не не будет такое длинное как с кинокамерой лада все до новых видео до новых съемок рад что вы появляетесь у вас больше и больше у меня на канале значит интерес есть значит я двигаюсь в правильном может быть не так быстро как молодежь более проворно и там ну так как есть все до новых встреч ребята попишитесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видосики вот так всё поэтому есть но видим уже мы慢慢 вы求 и просят вы так что